Всем привет, дорогие зрители, с вами Мистер Шпилкис, и мы продолжаем развивать наше средневековое поселение и идти к вершинам славы настоящего средневекового короля. В прошлой серии мы с вами увидели, что такое стены и дороги в этой игре. Выглядит на самом деле это все очень круто, монументально, классно. Хорошо, что я все-таки разобрался, ну не без помощи, конечно же, разработчика этой игры, за что ему отдельное спасибо, он подсказал, что подкорректирует настройка, чтобы ко мне вернулись стены. Что ж, друзья, в этой серии мы с вами немножко построим, немножко покрафтим, в общем, всего у нас будет, так скажем, по чуть-чуть, потому что, по большому счету, сейчас в этой игре делать нечего. Я за кадром здесь прокатился, так основательно углубился вот сюда, вглубь нашего с вами острова, побывал на вот этих горах, в общем, ну места интересные, красивые, да, но поселение, конечно, там, ну, строить такое. Посмотрите, вот поселение с одним поселенцем, вот с одним, вот с одним, то есть, понимаете, туда просто жители не доходят, то есть, это экономически невыгодно. Везде вот эти поселения, города, везде по одному поселенцу, то есть, им там просто, ну, банально не развиться как-то, ну, более-менее, что ли, нормально. И получается, что и захватывать их, по большому счету, тоже неинтересно, потому что ты захватишь, по сути, пустое поселение, которое развиваться не будет. Но если ты только сам будешь там что-то строить, там, и так далее. Немножко еще здесь покатался, не помню, что я тут открывал, что не открывал, по-моему, все это мы с вами уже видели и помню, может быть, вот это городочки я открыл, по-моему. Так, тем временем, смотрим, вот это поселение мы с вами захватывали, насколько я знаю, и там уже 81 житель, может быть, если в этой серии у нас будет время, мы обязательно туда скатаемся, друзья. И посмотрим на развитие этого поселения, потому что, к слову, в нашем 57 всего-навсего. Давайте посмотрим, какие еще здесь изменения у нас произошли. Здесь 72, здесь 70. То есть, у нас, по сути, вроде бы город красивый и большой, да? Давайте сейчас немножко его осмотрим здесь с какой-нибудь возвышенности. Вроде бы город красивый и большой, но в то же время как-то не идут к нам поселенцы. Скорее всего, виной тому, так скажем, географическое расположение нашего города, потому что он получается вот здесь, так скажем, немного на отшибе. Тот корабль, который сюда доплыл, тот, собственно, нам и привез пополнение. Не доплыл, не привез, соответственно. Если все, что приплывает вот сюда, куда-то на берег, соответственно, все это не идет к нам, все эти поселенцы. Я уже не знаю, что делать, но с другой стороны, друзья, и этот городочек выглядит довольно-таки неплохо. А с третьей стороны, вот это же наш город уже, поэтому, что, собственно, беспокоиться? Мы точно так же можем переместиться туда и точно так же можем отстраивать вот этот городочек, развивать его и смотреть, как там кипит жизнь. Внизу у нас волк, поэтому сейчас мы с ним разберемся. Даже я не собираюсь мансить, просто покажу вам, как можно классно и спокойно все-таки добывать здесь волков, потому что они сами к тебе бегут, это довольно-таки удобно. Все, волчок добыт, забираем с него все, что можно. Если кто-то из вас заметил, у меня немножко подубавилась эта сумма, на самом деле она убавилась очень сильно. Порядка что-то там осталось у меня 400 монет в кармане. Я выучил, друзья, архитектора. Давайте вам сейчас покажу. Вот этот перх архитектора. И полностью до максимума прокачал кузнеца. Денег ушло много, опыта ушло много. В общем, интересно, я тут поиграл за кадром немножко. И в этой серии мы с вами будем применять эти перки на практике. То есть посмотрим, что дают нам максимально возможные перки в этой игре. То есть сейчас мы с вами посмотрим, что дает нам архитектор. Архитектор позволяет нам строить вот такие большие каменные башни. Можно строить и вот такие маленькие, но в частности, друзья, меня интересует вот эта башня. Мы, возможно, построим их все, чтобы посмотреть просто как они выглядят. Но сейчас мы с вами начнем именно с самых крутых вот таких вот гигантских огромных башен. И я планирую поставить их где-нибудь у входа. Мне кажется, это будет хорошая идея, чтобы эти башни в итоге выглядели как некие такие пропускные пункты что ли. Ну что-то такое, я думаю, вы меня понимаете. Вопрос, как бы поставить их правильно, да? Ну, скорее всего, логично вот так поставить, я думаю. Ну, не дверь уже на выход, правильно? Наверное, дверь должна быть куда-то вот сюда. Надо с вами смотреть. Куда-то в эту сторону. Конечно, не факт еще, что это все дело встанет, поэтому надо постараться сейчас покрутить, повертеть. Ну да. Здесь у нас с вами не позволит рельеф, к сожалению, установить вот эти вот крутые башни. Смотровые. Дозорные, не знаю, как они там правильно называются. Да, вот засада. Хорошо. Да, немножко, смотрите, у нас была прорисовочка сейчас, но мы не будем особо отчаиваться. Давайте просто переместимся на ту сторону города. Я почему-то хотел именно в этой стороне попробовать. Но здесь нам с вами не позволит рельеф. А на той стороне как раз-таки рельеф позволит. Так, где мой верный конь? И почему так долго? Урежу зарплату тебе, пайку. Овса. Не получу, мне, ничего. Так, ну что, погнали. Какой-то баг у нас там происходит с кем-то или с чем-то. Да, может быть, конь. Да, скорее всего, возможно, забаговался какой-то конь. Так, что интересно, никак не могу избавиться от лагов, фризов, подтормаживаний в этой игре. То есть, все, я перепробовал танцы с бубном, все возможные я провел. И шаманские ритуалы, и все что угодно. Ничего не помогает. Фризит игра периодически. Пообщался с разработчиком на эту тему. Сказал, что поможет. По идее, говорит, такого быть не должно. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока ответа нет, с нетерпением жду. Но надоедать, конечно же, не хочется. Отвлекать людей. Так, хорошо. Сюда мы с вами прибыли. Разворачиваем всю эту штуковину красивую. Вот смотрите, да, где-то вот так вот, скорее всего, мы ее поставим. Давайте, ладно. Делаем сохранить игру. Ну что, пробуем. Давайте как-то вот так, наверное, только понять, где у нас вход. И чуть-чуть вот так вот мы сейчас сдвинем нашу башню. Чтобы она, ну, не была слишком здесь, не создавала такой узкий пароход. Хорошо, давайте пробовать, наверное, вот как-то так. Оценим, как у нас получилось. Ну, неплохо. Вроде бы неплохо. Что у нас здесь? Да, здесь у нас немножко такое получается пространство небольшое. Но ничего. И, друзья, оцените. Оцените это строительство. Это второй плюс от навыка архитектор. Строительство у нас похоже теперь на пулеметную очередь. Практически, друзья, происходит за какие-то считанные секунды. И получается, ну, мне, можно сказать, на монтаже уже практически никакой работы не осталось. И давайте немножко оценим внешне вот эту громадную, классную, интересную постройку. Смотрится, конечно, эпично, а встало криво, зараза. Ну, друзья, ладно. Не знаю, как это все делать ровнее. Хочется каждый раз, но каждый раз натыкаясь на те же грабли. Ладно, ничего страшного. Пускай будет немножко криво. Не суть. Может, когда-то в будущем разработчик нам добавит возможность сносить построенные здания. И мы уж с вами там когда-нибудь переделаем. Просто сейчас заморачиваться. На каждой загрузке здесь постоянно рассчитываются дороги. Поэтому не очень хочется. Ну что, оценим внутри, как это все выглядит. Приходит сюда стражник. Здесь нужно сделать вешалочку для рабочей одежды. Переоделся такой и пошел на работу. Поднялся вот здесь, походил. Здесь, смотрите, такая, получается, смотровая площадочка. Можно контролировать въезжающих в город. Проверять документы, так скажем. Ты кто такой? Проходи. Тебе можно. Давайте поднимемся немного выше. Посмотрим, что у нас вверху. Здесь тоже небольшая площадочка. Ну, скорее всего, тут для лучников, так скажем, места. Если что, вдруг это такой первый рубеж обороны получается. Хорошо. Ну и совсем-совсем наверху. Здесь уже стоят ребята с котлами. Льют свинец. Раскаленное масло. Китайцы с зажженными факелами. Чтоб всем внизу, врагам, было чем больнее, тем лучше, соответственно, нашим ребятам сверху. И радостнее прошел день, как говорится. Хорошо. Ну что, давайте напротив соорудим нечто похожее. В принципе, такая задумка, собственно, у меня и была. Поставить друг напротив друга вот эти башенки интересные. Попробуем сейчас, может быть, эту поставить ровнее. А может быть и нет. Как получится. Не факт, что получится ровнее. Так, ну, наверное, да, наверное, что у нас там со входом? Наверное, как-то так, я думаю. Так, а здесь? А, то есть можно даже вот так вот сместиться немного, да? Оп. Ну вот, я думаю, вот так вот поставим сейчас. Давайте, все. Долго, долго запрягаю. Долго готовлюсь. Ну, хочется сделать красиво, друзья. Не зря я с самого начала старался здесь выводить и площади, и прочее, прочее, прочее. Че-то мне достаточно. Че врешь-то? Все нормально, я камней нафармил. Да, вот так вот, получается, у нас две такие башни будут на входе, на въезде в город. Интересно. Так, ну что? Давайте посмотрим на все остальные башни. Например, вот здесь мы с вами на углу можем поставить какие-нибудь другие дозорные башни и посмотреть, как выглядят они. Я-то, конечно же, это все посмотрел, но вам я с удовольствием тоже это все покажу. Спешивание, конечно, здесь достойно отдельных аплодисментов. Как-то происходит это все время не так, как задумано. Смотрим, необработанный камень. Давайте поставим каменную башню. Вот здесь тоже как-нибудь ее красиво развернем, чтобы логично у нас с вами был вход. Да, где-нибудь вот здесь, наверное. Хотя вход можно и вот так поставить. Мне кажется, это не критично особо. Ну и, конечно же, да, где-то вот здесь сейчас мы ее поставим красиво. Все равно все криво получается, жесть какая. Виду сверху не хватает для подобного вида работ. Получается, как-то все хочешь сделать красиво, а на самом деле так. Не очень. Хорошо, смотрим. Ну, тоже башенька интересная. Деревянная башня этого типа. Она точно такая же, только деревянная. Ничем особо больше не отличается. Точно так же у нее есть такой балкончик здесь круговой. То есть можно и туда, и сюда. Ну, давайте для разнообразия построим. Почему бы, собственно, и нет. Но уже потихонечку у нас с вами наступает вечер. Поэтому нужно сейчас... Давайте построим последнюю башенку где-нибудь вот на этой стороне. Вот сюда ее поставим, деревянную. Вот такую. И будем потихонечку двигаться к кровати. И уже в новом дне, друзья, мы с вами займемся кое-чем интересным. Мы еще в этой серии будем с вами крафтить. Самое крутое оружие, которое здесь у нас с вами в этой игре есть. Стальные мечи. Сделаем для теста стальной двуручник и стальной одноручник. Посмотрим, какой из них меч поинтереснее. Ну, чертова ж ты башня. Ставься ж ты, я тебя прошу. Вот, хорошо. Хоть здесь. Хоть где-нибудь. Я уж согласен. Ох, крутое строительство. Обалденно. Ну, она точно такая же, как и каменная. Только... А, нет. Смотрите-ка. Здесь... Здесь немножко убранство поинтереснее. Тут есть мечи. Щиты. Здесь есть лавочки. Забавно. Эту башню проработали как-то поинтереснее. Я думаю. А что, нет? Мы так не можем? Паркур! Нет? Ну, ладно. Так, ну что. Давайте тогда добираться до кровати. Где мой верный конь? Спим. И с вами у нас будет вторая часть серии. Чем я еще планировал здесь позаниматься? Я планировал покрафтить. И, соответственно, поохотиться на животных с этим оружием. Посмотреть, как в сравнении с нашим стальным мечом. С обычным. Ну, не такой же на обычном. Конечно, классный и крутой. Относительно топора и так далее. Но все равно интересно бы посмотреть, как будут добывать стальные мечи. Двуручный и одноручный. Тех же бизонов, тех же оленей. Но что-то мне подсказывает, что шансов у этих животных нет никаких. Шансов побегать подольше. У них-то шансов и против железного меча нет. Ну, а с остальным, я думаю, и того меньше. И если останется время, я бы очень хотел, конечно, смотаться в тот городок, который мы захватили. И в котором нас с вами, то отчастиком, наверное, 12. Как настоящий король. Выспимся от души. Хотел смотаться в тот городочек, который захватывали. И посмотреть, что у нас там с развитием. Стали ли они там строить. По примеру, вот нашего первого захваченного города, который стоило нам только захватить. И тут же дело пошло и покатилось. У них строительство пошло и все пошло. И все было классно и хорошо. Так, ну что ж. Ох, как вы мне дороги. Лаги, фризы и так далее. Причем обидно, знаете что? Что игра раз в 10 требует комп. Так скажем, слабее, чем мой. Вот это очень обидно, что это все лагает при этом. Так, ладно. Ну что? Пробуем. Начинающий кузнец. Смотрите, здесь пишется перк. Но чем мы будем больше делать длину лезвия, тут же нам нужен сразу превосходный кузнец. И где-то здесь продвинутый, где-то здесь обычный кузнец. То есть, понимаете, да, смысл? Почему я именно выкачивал превосходного? Потому что самый крутой меч нам с вами, чтобы сделать, нужен именно такой перк. Хорошо, сталь. Дальше. Тип лезвия. Ну давайте, наверное, сейчас мы сделаем какой-то одноручник. Типа вот такого вот с таким лезвием. Мне хотелось бы интересно. Я даже не буду менять вот эти вот, как это называется, крестовина. Не буду ее менять, мне нравится. Сочетается довольно-таки нормально. Смотрите, тип ручки. Если мы увеличиваем, соответственно, уменьшается скорость. То есть, так у нас скорость полтора. И на этом мы с вами, собственно, и остановимся. Тип рукояти. Ну, можем сделать какой-нибудь вот такой вот для красоты, для разнообразия. И вот такой у нас тип яблока будет. Хорошо, создаем. Для этого нам понадобятся три стальных заготовки. У меня все это дело есть. Я уже за время здесь странствий подкупил этих заготовок. Подкупил и руды, и... Чего только не купил я. И чего только я не продал за это время, на самом деле. Так, хорошо. Сделали мы с вами меч. Вот он. Но здесь есть такой интересный момент. У меня постоянно куда-то исчезают мечи. Поэтому давайте мы с вами поступим сейчас вот таким образом. Мы выложим наш меч, который железный. Вот этот. Да, вот они подписываются. Хорошо. У нас есть свое собственное хранилище. Кстати, друзья, у нас есть свой собственный дом. Я вам не показывал его, не рассказывал. Смотрите-ка. Вот здесь за лавочкой. По совету из комментариев, по совету зрителей канала, я построил себе собственный дом. Потому что, ну что, это за король, да? У которого нет хотя бы своего собственного дома. И вот такой вот домишко скромненький, небольшой, маленький. Двухэтажненький, да? Уютный. Классный домишко. Здесь можно готовить. Здесь, кстати, тоже можно было бы сделать функцию, например, той же выпечки пирогов. Но почему-то нет. Не предусмотрено. Ну, а здесь можно поспать у камина. Почитать книгу любимую. Хорошо. И здесь есть хранилище, которым мы сейчас воспользуемся. Выложим сюда железный меч. Я даже продавать его не хочу. Пускай лежит. Потому что все равно его никто не купит. Стоить будет. Как я не знаю что. Как новый дом здесь, наверное. Хорошо. Сейчас мы с вами крафтим двуручник. Ну, двуручник крафтится, конечно, классно. Там, если сразу не разберешься, как... А что, я в пекарню пришел? Сразу, если не разберешься, как крафтится двуручник, то можно накрафтить сперва, ну, такого. Не крутого оружия. Не топового. То есть, простенького. Значит, смотрите. Чтобы нам с вами скрафтить двуручник, то есть, да, казалось бы, уже все, у нас длина лезвия больше не позволяет, нам нужно увеличить длину рукояти. И чем больше мы увеличиваем длину рукояти, смотрите, в какой-то момент у нас, оп, изменилась длина лезвия, да. То есть, если мы увеличим вообще по максимуму... Давайте, кстати, не увеличивать по максимуму, допустим, чтобы оставить скорость 1 где-нибудь вот здесь. И посмотрим, какой длины мы можем сделать лезвие. 120 сантиметров. Интересно, а если уменьшать? Да, то у нас с вами, смотрите, у нас тут же получается, да? Да. То есть, нам так и так увеличивать полностью на максимум нужно длину рукояти. Давайте выберем какой-нибудь другой тип лезвия. Вот этот прикольный, да? Согласись, широкий такой классный. Ух, как дал кому-нибудь. Головушка покатилась. Так, хорошо. Ну и какой-нибудь, конечно, такую крестовину, прям поэпичнее, поширше. Вот такую возьмем. Ну, яблочко. Тоже поменяем давайте на какое-нибудь, не знаю, на какое-нибудь тоже большое такое. Вот такое. Вот. Класс. Смотрим. Атака 50. Также у нас нужен превосходный кузнец. Стальных заготовок 3 почему-то. Точно так же, как и на одноручный меч. Это странно. Ну ладно. Придираться не будем. Жалко, что нет никакой анимации. Вот создание меча, она бы, ну, она бы была в тему на самом деле. Смотрим, у нас должно быть два меча. Да, стальной, двуручный и одноручный. Надеваем одноручный и отправляемся на поиски животных, на которых мы с вами поохотимся. Сравним, как у нас теперь идет добыча. Но, друзья, я вам хочу сказать, я крафтил на самом деле. Потом я это сохранил. Точнее, я не сохранялся, просто крафтил. И попробовал, да, проверил. Это что-то на самом деле. Добываются животные прям, ну, уже совсем по-другому. Совершенно другие ощущения испытываешь от охоты. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Да ладно, всех истребил, что ли? Вот, смотрите, олень, да? Он убегает, но ничего страшного. Мы его с вами обязательно догоним. Стальной, одноручный меч. Смотрите. Это одноручник, друзья. Раз, два. Ну, он иногда делает два удара за один мах, иногда делает один. То есть, как это, ну, как это делать самому, я не знаю. Я на самом деле просто бегаю за оленями, зажимаю кнопку, бегу за ним очень быстро, вот так вот на спринте. Зажимаю кнопку и постоянно машу мечом. Они иногда вот так вот мансят. Пожалуйста, два удара, все, олень повержен. Забираем. Давайте поищем сейчас бизончика. Попробуем на нем потестировать. Одноручный меч, как он добывает, быстро ли? Потому что олени падают в двух ударов, это на самом деле очень круто. Вспоминаю, как я гонялся за своим первым оленем с топором. Причем они все убегали, потому что у тебя банально не хватает скорости. А если играть, причем еще и не с повышенной скоростью, а с обычной, которую предлагает игра в начале, то вообще там нереально кого-то догнать, это мука будет просто-напросто. Так, смотрим, бизончика нет, но есть еще один олень, поэтому шансы мы, конечно же, выпускать не будем. Вдогоночку. Оп. Да, действительно, два удара, причем один удар сбивает больше половины здоровья. Интересный момент. И еще здесь много действий запрограммировано на левую кнопку, то есть и в махате, и в инвентаре, и когда ты находишься в инвентаре, то есть любое действие в инвентаре вызывает взмах мечом. Это на самом деле момент интересный, потому что когда кто-то рядом находится, можно прям реально ему голову-то сплечь и снести. А вот что интересно, бизоны, на удивление, куда-то делись. Обычно их довольно много здесь ходят, блуждает везде. Ну вот как-то сейчас не везет мне. Хорошо, ничего страшного, сейчас мы вызовем такси. Шеф, два счетчика. Конь, ну я тебя прошу, пожалуйста, давай быстрее. Нет времени сейчас на все это возьму. Вот. Можешь, когда хочешь. С мечом не садиться. У нас конь привереда. Вооруженных не пускает покататься. Хорошо, сейчас мы, я думаю, найдем в любом случае бизона где-то. Вот еще один олень. Можно попытаться это все делать на коне, друзья, но это такое вообще, потому что скорость коня регулируется кнопками вперед и назад. То есть вот я сейчас вообще не держу на клавиатуре руку, то есть только на мышке. И у меня все нормально, у меня все едется, все скачется и все хорошо. Поэтому. Так, ты кто? Ты конь. Поэтому вот когда ты куда-то попадаешь, какой-то камень упираешься, или тебе нужно сделать резкий маневр на коне, то это невозможно. У него такое плавное вот такое вот все, вот такие вот развороты. Так, а неужели всех бизонов-то перебили на карте, а? Поселенцы. Хотя вот я еще не наблюдал такой картины, чтобы поселенцы охотились здесь на животных. Да, деревья рубят, они фермеры, кстати, пожалуй, самые бесполезные здесь создания. Мишка! Ты как нельзя, кстати. Ты нам тоже сгодишься для теста. Ну что, ты готов? Давай. Смотрите, друзья. Просто. Каких-то 4-5 ударов. И все. Причем наносятся они довольно быстро, потому что меч у нас, ну, тоже немедленный получается. А что же у нас с бизонами? Как у нас дела обстоят с бизонами? Что-то очень кислое. Вообще неожиданно. На самом деле, я думал, что сейчас выскочу вам тут, как покажу. Потому что подозреваю, что... А, с мечом не садится. Подозреваю, что на двуручник нам с вами придется искать где-то в других местах животных. Потому что двуручник тоже нужно потестить. Там атака еще выше. На одноручном у нас 38, атака на двуручном 50. Но и машет он, конечно, медленнее. Вот как по мне, не знаю, мне больше интересен все-таки двуручник. Ой, прошу прощения, одноручник. Что-то я заговорился. Кстати, давайте вот что с вами сейчас сделаем. Как раз двуручку... А еще все-таки есть здесь баг с мечами какой-то. Смотрите, то есть у меня двуручка куда-то делась. Сейчас мы медведя зарубим и разберемся. Хорошо. Все-таки это баг с мечами. Если класть в инвентарь два меча, получается они вроде как... Ну вот смотрите, одноручный, одноручный, да? Давайте снимем, например. Одноручный, остальное, одноручный. Они тупо становятся одинаковыми. One hand, да, получается так. Хорошо, тогда мы с вами поступим вот таким образом. Сейчас мы выложим эти два меча. Они расклонировались у меня сами по себе. Сгоняем... А где конь? Сгоняем сейчас в кузницу. Уже пустым персонажем, чтобы был у нас только одноручный... Точнее скрафтить только двуручный меч. Чтобы у нас никакого бага не произошло с заменой. Потому что сами видите, у меня два одинаковых меча. Я их не делал. Я делал два... Точнее два разных. Ну конь, елки-палки. Сколько можно? Ты что, издеваешься? Или его медведь задрал, что ли, там, с двух ударов? Да не верь, я. Что-то новенькое, на самом деле. А где конь? Да, впервые я такое вижу. Ну ладно, давайте добираться тогда пешим ходом. Может быть, он появится где-нибудь потом. Будем так посвистывать периодически. Ну вот, башенки, конечно, выглядят классно. Спору нет. Смотрятся они здесь, прям на входе вообще. Ну, практически как будто для этого и созданы были. Но смотрите, в чем основная проблема. Цвет, да? Они прям не соответствуют по цвету стенам. Казалось бы, каменные конструкции, да? Возможно, здесь должны быть одного цвета. Но нет, по цвету они особо не соответствуют. Не то, чтобы это какая-то прям великая проблема. Ну так, маленькая придирочка с моей стороны. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы это немножко соответствовало. Слушайте, а что с конем-то? Жесть. Неужто нам придется на таком? На вольном? Хорошо. Я пробежал мимо. Куда планировал? А давайте, наверное, в лавку выложим. Я думаю, что дальше можно спокойно продолжать с двуручником играть. В принципе. Если что, я скрафчу себе одноручный. Так, что у нас с вами здесь по торговле? Уже 10 тысяч наторговано. Это, кстати, с открытия лавки. Я специально не беру отсюда деньги. Уже наторговано 10 тысяч. Что они покупают, я ума не приложу на самом деле. Но что-то они тут покупают. Какая-то движуха идет. Не знаю. Скорее всего, берут дерево, я думаю. Нет, 120. Столько же, сколько я выкладывал. В общем, странно. Странно, непонятно. Пока. Я выкладываю сюда вот это барахло. Все пускай оно. Для красоты. Создает такой объем в лавке по товарам. Давайте попробуем медвежье мясо выложить, что ли. Я не знаю. Волчи там. Проверим. У нас с вами еще есть чем подкрепиться. В случае чего. Ну, точно могу сказать, что вот эти самые дорогие зелья. А это очень дорогие зелья, друзья. Они стоят фантастических денег. Сейчас я вам продемонстрирую. Давайте штучек 100 выложу. Вот так вот. И сейчас я вам покажу их стоимость. Стоимость там какая-то вообще запредельная. То есть, одна такая штучка стоит 50. Хотя здесь почему-то, то ли это для меня стоит 50. Странно. Я вот эти штуки, 10 штук, я продавал за 1600. Как сейчас помню. То есть, в каких-то лавках я продавал это очень дорого. Хорошо. Все. Немножко посмотрели на лавочку на свою. Ну, идет торговля. Только я не пойму чем. Чем и как. Сейчас мы с вами поспим. Только уже в собственном доме. Я периодически про него забываю. Потому что спал очень долго в общинном доме. Но теперь-то уж все изменится. У нас есть свой собственный. Что ты ойкаешь, друг? Ты что, заболел чем? Кстати, в мире нет болезней никаких пока еще. Может быть разработчик такое добавит в игру со временем. Плакало мое седло, короче. Не то, чтобы это мне прям очень нужно. Но конь под рукой, это было удобно, конечно. Это было очень удобно. Кстати, у нас там ходит бизончик. На нем мы будем тестировать сейчас двуручник. Давайте сразу сейчас... О, опять не туда. Сразу сейчас кузница. У нас, по-моему, здесь должен быть полностью запрограммированный двуручник. Все. И с оружием здесь манипуляция очень опасная. Можно реально свое потерять. Если будешь продавать или как-то так. У меня, по крайней мере, такое и было. Я сперва не понимал, что это и куда девается мое оружие. А потом, да, потом я понял, что что-то здесь не то. Когда это все дело кладешь в инвентарь. Двуручник, конечно же, берется двумя руками. Ну что, бизон, готовься. Смотрите. Жесть. Вы понимаете, да? Понимаете этот колоссальный урон, который наносит двуручный меч? Он за два удара снимает пол хп бизону. То есть, соответственно, четыре удара и добыча ваша. Так, мне вот интересно еще кое-что. Можем ли мы с вами создавать седла? Давайте-ка попробуем. Все-таки свой конь, это очень удобно, который тем более еще и вызывается. Седло. Что нам нужно для этого? Пять выделанной кожи. А, то есть, смотрите. Только недостаточно ресурсов, да? А здесь? Шкура кролика. Нет, а что у нас есть? У нас много должно быть какой-нибудь медвежий, да? Оленья. Да, давайте сейчас из лавки забираем оленью кожу. Шкуру, точнее. И попробуем из нее сделать выделанную и сделать седло. И какого-нибудь коня сейчас себе взамен нашего утраченного, которого медведь задрал. Сейчас мы себе арендуем. Смотрим. Оленья, да. Вот смотрите, шесть шкур. Отлично. Как раз то, что нужно. Нам должно хватить полностью на седло. Ожидается какое-то в скором времени крупное обновление. Насколько в скором, не знаю. Но вроде вот разработчик там с месяца на месяц ожидает там обновления. Посмотрим, посмотрим. Хотелось бы, конечно, что-нибудь еще в этой игре. Потому что вроде как дальше сейчас вот у меня на данный момент. Это что такое? А, волчья. Не-не-не, волчья нежа. Где была оленья? Вот на данный момент вроде бы... Вот. Нам нужно сколько на седло? По-моему, пять, да? Да. Только строить дома. Вот дальше. В нашем городе развивать, строить дома более как-то особо и нечем даже заняться. По большому счету. Так, ну что ж. Выходим. Пойдем сейчас арендуем коня и все-таки прокатимся. Напоследок взглянем на тот городочек, в котором аж 81 поселенец. Но по пути, если сейчас получится, где-нибудь с вами оленя попытаемся двуручником добыть. Но что-то мне подсказывает, друзья, что там достаточно просто догнать. А смысл еще в том, что у него гигантские размеры. Он там на полкилометра достает своим вот этим лезвием огромным. Так, ну что, у нас с вами будет вот такой конь, да, как я понимаю. Оп. Слезаем. И где-то здесь опция надеть седло, да. Все. Смотрите, как красавчик, да, серенький, симпатяга. А вот и олень. Забрел на пляж на свою голову. Это ты зря, олень. Это ты зря. Не попал, а ну. Да, видите все-таки, как маршет на самом деле медленно. То есть, эффективно, наверное, будет. Если только вот так вот ты не попадешь, то эффективно, скорее всего, все-таки с тем одноручным мечом. У меня такое чувство. Двуручник, конечно, классный, но махает очень медленно. Ну, ничего страшного. Нам уже здесь по силе равных нету. Никакой бандит нам ничего сделать не может, по большому счету, поэтому. А вот ты где. Поэтому мы с вами дальше будем с двуручником играть. Если уж мне сильно надоест, я, наверное, изменю его на какой-нибудь другой. Я не думаю, что есть смысл на лисах там и на енотах показывать, как добывает двуручник. Он их будет убивать с одного удара, я почти в этом уверен. Тех же волков. Ну, на волке можно, кстати. Можно на волке, потестировать можно. Ну что, волчок, ты готов? Бум. Куда-то там вообще непонятно куда. На. Все, нет, волка два удара. Предсмертные судороги, ну. Ничего страшного. Так, хорошо. Сейчас мы с вами как раз проедем через соседний захваченный городок. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь тоже жители больше, чем в нашем. А давайте я на ноги задеру. Я уж не знаю, честно говоря, что делать. А с любой стороны, какой смысл, да? Я же смогу, по сути, любое поселение захватить. То есть, зачем мне ухудшать здесь им жизнь, если... Если мне понравится, я просто возьмусь, захвачу это поселение. Давайте куда-то сейчас повыше на точку заберемся. Посмотрим, как они тут расстроились. Да, слушайте, ну неплохо. Неплохо. Ничего не скажешь, классно. Там вот тоже парень что-то рубит воздух. Ну, наверное, что-то строит. Пытается. Домики, конечно, разнообразные. В основном такие простенькие, да? Очень много таких вот одноместных, так скажем, номеров, да? Получается. Интересно, а если попробовать сейчас стены здесь поставить, вот что будет? А что, собственно, нам мешает, да? По-хорошему. Давайте сохранимся, да попробуем. Но у нас камней хватает на каменные стены. А, смотрите-ка. Вы слишком далеко от центра своего поселения. Ага. Интересно, а что может являться центром? А чтобы это выяснить, нам с вами нужно его выделить. Это поселение. И, по идее, нам должно указать на центр. Да, а центром здесь является общинный дом. Давайте сейчас до него и попробуем. Попробуем построить стены. Не знаю, как они встанут при таком строительстве, да? Слишком такой город размазанный получился. По пляжу. Ой, Миша, тебе не понравится, честно. Ты, конечно, можешь попробовать. Ха-ха, я попробую из-за тебя. Иди сюда. Да. Результат, конечно, классный. С этим мечом фармить мясо одно удовольствие будет. Ни один олен не убежит. Вообще никто не убежит. Но будет все очень и очень просто. Так, ну что, пробуем. Построить стену каменную. Бам. Так. Ну, говорят, типа, подожди там пару минут, пока стена там прорисуется. Пока это. Ну, у нас этих пары минут нету. Если она прорисуется и построится, она и построится без моего участия. Ну, а если нет, то нет. В этом тоже ничего страшного нет. Главное, что мы окружили наш основной город стеной и второе поселение, которое основали, тоже окружили стеной. Этого мне достаточно. Ну, что ж, отправляемся в еще одно захваченное поселение. Посмотрим, как там у нас с вами идет развитие. Подъезжаем к городу и смотрите, что мы с вами видим. А видим то, что исчезли стены. Возможно, это как-то связано с тем, что я захватил это поселение и стены исчезли. Или это связано с чем-то еще. Ситуация, честно говоря, не очень понятная. Но, как бы, имеем то, что имеем. Стен нет. И, заметьте, сейчас в первом захваченном нами поселении точно так же у нас с вами не установили стены. Может быть, установились, может быть, уже они там и есть на месте, да, стоят. Но не произошло этого сразу. И здесь у нас с вами больше нет стен, как ни странно. Но в нашем городе основном стены есть, с ними все в порядке. И, честно говоря, вы знаете, развитие, конечно, ну, лучше здесь не стало, мне кажется. По-прежнему они почему-то здесь копошатся все на берегу. Непонятно, что это такое, баг это или что. Но посмотрите, какое количество людей. Какое количество поселенцев. Причем дорога даже есть. Посмотрите, а дорога осталась от стен, видимо, от строительства стен. Ммм, но чем они здесь заняты, вот эти вот ребята, мне совершенно не понятно. Посмотрите, сколько народу просто не протолкнуться. Что они здесь делают на берегу, мне не ясно. Почему не идет развитие дальше, почему они не строят ничего. Они уже должны здесь были застроиться, мне кажется, прям вплотную к тем стенам подойти. Но нет, этого не происходит. Как ни странно. Так, хорошо, давайте мы тогда, наверное, построим стены и здесь. У нас вроде бы дерево есть, да, а 120 еще есть у нас. Разрушить стену, смотрите. Интересно. То есть можно разрушить стену, которой нет. Ну, может быть, она не прорисовалась. Ладно, здесь особо я не буду уже на игру наезжать прям сильно. Но ситуация как бы не очень понятна. С другой стороны, игра на раннем доступе, много баговых ошибок. Поэтому ничего страшного, наверное, нет. Ну что же, друзья, посмотрели немного и на этот городочек в том числе. Немножко построились в нашем. Немного помахали мечом. Посмотрели, как выглядит и наносит урон топовое оружие в этой игре. Это два меча, два остальных меча. Лук. Тоже оружие интересное, но, друзья, его нужно прокачивать. Это первое. И второе, как я понял, это такая здесь. Скорее развлекуха, нежели что-то серьезное. Потому что стрельба из него примерно такая же. Никакая, как сам лук. Спасибо, что посмотрели эту серию. Если вам она понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите. Советы, пожелания, предложения. Друзья, увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok